Премьер-министр Израиля может отправиться под суд, во всяком случае, так считает израильская полиция. Сегодня она публиковала свои рекомендации. В чем обвиняют Бенемина Нетаньяху, знает Сергей Ауслендер. В Израиле сейчас это новость номер один, затмившая собой даже военное столкновение с Сирией. Речь идет о так называемом деле тысячи, или деле о дорогих подарках. Как выяснили следователи, на протяжении многих лет, уже будучи премьером, Нетаньяху получал от друзей бизнесменов подарки. Элитные сорта виски и сигар, это для него, а также очень дорогие сорта шампанского, это для его жены. Фигурируют даже украшения и необычайно дорогая пепельница для сигар. Все это по израильским законам считается взяткой. Любой израильский чиновник, независимо от должности, не имеет права принимать подарки от человека, у которого есть бизнес-интересы по его ведомству. Один из дарителей, известный голливудский продюсер Арнон Мильчин, еврейского происхождения. Он, в частности, финансировал картину мистера и мисси Смит, которая собрала в прокате около полумиллиарда долларов. Перед тем, как он собрался переехать в Израиль, Кнессет утвердил закон о налоговых льготах для репатриантов. Его лоббированием занимался лично премьер-министр. Так вот, этот закон, который впоследствии назвали «закон Мильчина», позволил продюсеру сэкономить на уплате налогов очень приличную сумму. Кроме того, против Нитаньягу расследуют еще и дело 2000. Премьер якобы договорился с владельцем крупной газеты, что тот снизит критику в адрес премьера, а глава правительства поспособствует экономическим интересам издания. Это уже называется обман общественного доверия и тоже считается для должностного лица серьезным преступлением. Сам Нитаньягу все обвинения категорически отрицает. Во время моего пребывания на посту премьер-министра на меня оказывается сильнейшее давление. Проводится множество расследований против меня с целью свергнуть правительство. Все началось с громких заголовков и прямых трансляций, но все эти попытки без исключения закончатся ничем. Получение взятки – преступление серьезное, до 10 лет лишения свободы. Впрочем, израильская эфемида никогда так строго не судила взяточников. Бывший премьер Ольмерт ровно по тем же статьям, которые сейчас меняют Нитаньягу, отсидел меньше двух лет. Но все эти обвинения пока лишь полицейские рекомендации. Это вовсе не значит, что завтра Нитаньягу окажется на скамье подсудимым. Теперь, когда полиция вынесла эти рекомендации, дело переходит в прокуратуру. Специальная группа в прокуратуре посмотрит на это дело. И если она сочтет, что действительно дело дозрело для передачи в суд, это дело будет смотреться генеральным прокурором. Если он тоже решит, что это дело созрело для передачи в суд, это дело пойдет к юридическому советнику правительства. Оттуда, если он скажет, что дело созрело для передачи в суд, оно вернется назад в прокуратуру. В любом случае вопрос, что называется, решается, действительно ли премьер пойдет под суд. Но если это случится, он будет вынужден уйти в отставку, и страну ждут досрочные выборы. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.